Эпизод 3 Иннополис День четвертый В общем, идем мы в топ-3 кофейни в Казани позавтракать Потому что не нашли сил позавтракать в отеле Когда и решили, что нашего состояния не хватит, чтобы в Ларусе завещено И смысла там проявляться не было МОФТ Сейчас пойдем, так сказать, бахнем кофейку А то вчерашний ночь музыки, скажем так, подкосил наше физическое состояние Но не эмоциональное Сейчас мы подзарядимся и поедем в храм всех религий Прямо так Зашли, значит, мы в кофейню попить кофе А там на стене нас ждало это Не осуждаем, но нравы не оценили Ой, еле вышли, короче, не отпускал нас, ребят, пафос в ситуации. Тысяча рублей за попить кофе. Такое, короче. Симпл кофе подписан. Да. Ну да, типа, я могу подтвердить, что, как Скуратов, вполне заслуженно входит в топ-3 кофеен. Типа, кофе вкусный, хотя я брал какао, потому что я ненавижу кофе. Какао был вкусный. Очень вкусный. А сейчас, возможно, ты пополнил. Но, как бы, когда ты сидишь и пьешь вот это какао, вокруг тебя школьники, обложенные макбуками, штук 6 мы насчитали, сидят, короче, работают. Рабочий у них, так сказать, день начался, в 11 дня. Вот. Решили не мешать. Пойдем в столовку пожрем на макбук. Пойдем в город будущего. Иоаннополис называется. 2049. Почему я? Я? Ну, потому что инополис. Инополис. Как метро-сити. Инополис. В общем. Смотрим, что за города будущего строят казахи. О, теня. Кавказ. Даже не представляю, что у меня в голове только всякие кроссовки Найк самозашнуровывающиеся и эти борды плавающие по воде. Надеюсь, приятно мы увидимся. Город будущего. Город будущего. Может, придем там какие-нибудь разруха и крысы ползают, потому что город будущего после ядерной войны. Это ничего. В отличие от Екатерины, я ожидал как минимум этого. В 2077, они выбрали мою городу лучшее место, чтобы жить в Америке. Основные проблемы. Скай-хай-радио-violence. И больше людей живут below the poverty line than anywhere else. На деле же оказалось все менее радужно. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри. Это город будущего. Нахер телефон. Девочки, вы упали. Я все это время снимал. Девочки, вы упали. Ну вот мы, типа, в Иоаннополисе, так сказать. Офигеть. Что здесь есть? Здесь есть Екатерина и я. И больше. И все. Больше нет здесь людей. Непонятно, что здесь делать. Видимо, в городе будущего не будет людей, будут одни роботы. Будет, короче, кайф. Местный гугл какой-то, видимо. Я не знаю, что тут делать вообще, в принципе. Но все советовали, все говорили, типа, круто. Это Иоаннополис, город будущего. Ага. Ну, круто. В принципе, наверное. Тебе нравится, что здесь не красиво? Мне очень нравится. Красиво, очень здорово. Ну, вообще, да. Говорено же, что, типа, за час можно пойти и все посмотреть. Но сейчас мы все и посмотрим. И поедем домой. И через внутри. А, ну, тут 5G есть. Есть 5G здесь. Да? Да. Вот, вместо будущего, это крытая курилка. Как вам? Довольно по будущему. Вот, кстати, смотрите. В городе будущего все ездят вон на ладах. А, вы говорили, русский автопром. Город будущего, между прочим. Какие орехи. О, смотрите. Вот, вот город будущего. Видели? Это, короче, такса без водителя. Серьезно вам говорю. Вот это город будущего. Вот это город будущего. Там сидел челик и охреневал от того, что его ведет машина без водителя. Вот это город будущего. Еще раз рассказываю для Екатерины. Проехала такса с вот этой штучкой сверху. Помнишь, как в фильме Google? Да. Короче, тачка без водителя. Там сидел челик на... Ну, рядом. Руль крутится, он такой сидит. И молится всем богам. Это круто. Это город будущего. Тут я могу поверить. Выглядело прикольно. Вот здание. Там собирают синтов. Кого? Ну, это роботы убит. Да. В будущем будут жить не все. А мы что-то. Так, я так понимаю, это жилые, да? Да. Ну, вон, типа, дома побольше. Это для взрослых. Не видно, наверное. Вон. Дома побольше для взрослых. Там маленькие дома. Это для детей. И все это построено из конструктора Lego. Чувак просто охреневает, что происходит. Ладно, что-нибудь еще, если найдем, мы вам подрубим. А так, что-то довольно пустынно. Странно, что сюда не приезжают всякие хипстеры тусить. Типа, вообще никого нет. Никого нет. Никого нет. Я просто не ехал. Ну, пустынно, все как-то переход. А, ну, все в камеру. Типа, может, поэтому никто ничего не делает. Не, дяденька, ты мой телефон... Это, короче, сперлась Академа. Мы не назвали город будущего. Получается, Академ город будущего, пацаны. Это инновации. Так, здравствуйте. Видит, какая-то... Инновационная. Не, ну вообще, вот Рили Академ, вот стопудово Академ, вот завезите одного сраного робота, вот который все еще доставляет. Он тупит и машинку с вот этой штучкой и все, и город будущего, тупо ИКБ 2.0.2.0. А почему доставка Озон не на квадрокоптере, а на газельке какой-то с саной? Там что, водитель, он еще и человек, ну такой. Что, время найти и пожрать? Время найти и пожрать. Ну, хочу что-нибудь инновационное, какие-нибудь... Молекулярную? Молекулярную кухню, да. Какие-нибудь оладушки хочу с кленовым сиропом. Так, вот как раз сосиоевина, вот... Вот сосиски. И потом есть еще патефон, твои накануны. Это вот не прошли, да. Все. Все? Что больше ничего не вижу. Ну, смотрите, все-таки... Тут есть полиция. Вон, челик сед. Это значит, что не особо не инновационное. И все-таки мы живем в полицейском государстве. Основанное на диктатуре тоталитаризма. Это не внушает доверия, пожалуй. Не такого душевого я хотел. Но робот прикольный. Робот прикольный. Вот смотрите, ну разве не на квадрокоптере это надо делать? В городе-то будущего. Ладно. Нам, короче, надо вернуться и куда идти? Надо вернуться в Казань и на все. Ну и все, мы пойдем здесь кушать, куда я не знаю. Ладно. В общем, мы пошли кушать. Все-таки есть смысл в том, когда нет людей. Это когда ты хочешь покушать без очереди. Это просто столик любой, какой хотите, и кушайте. Это стейки. Стейки. В общем, сейчас мы посмотрим, какая еда в городе будущего. Может, ее тупо не существует, ее принесут попозже. О, божечка-кошечка, как говорит Екатерина Андреевна, это было довольно жестко, инновационно. Я не думал, что когда-нибудь мне смогут положить любой кусок мяса, и я его не доем, потому что не смогу. Я не смог. Так, тупо огромный стейк положили. Я такой, ща, изи. Час, короче, его ел. Нет, как бы все вкусно. Medium-rare прожарка. Все, как вы любите. Все, как я люблю. Все великолепненько. Но, блин, довольно здоровая. Хренлая она оказалась. Теперь челюсть практически не работает. То, что мне бы она была нужна. Но, в целом, она мне нравилась, пригождалась. В общем, че, мы сейчас сыты. Идем. Вы думаете, мы трясемся, потому что холодно? Нет. Екатерина трясет от того, что она сейчас поедет на каршеринге до Казани. От Иннополиса. На чем поедет, Екатерина? Не знаю, на машине. На машине, говорит, поедем. Не, на Каптюр. Ну да. Поедем на Каптюр. Ну, как поедем? Я буду рядом, а Екатерина поедет. Будет за рулем. Ну, нам вот эта штука недоступна. Это бенки. Недоступна, потому что у тебя стажер. И там хостки шести. Нет, там типа может зависеть от того, как часто. Берешь каршеринги. Не, я на сайте смотрел. Там вроде с двадцати шести лет минимум. И стаж шесть лет. А брать можешь, по-моему, любой. Может, и не будет. Это холодно просто. Ветерочек дует. Нет, не обижаю. Это просто чай марокканский. Да ладно, не переживай. Вот что может случиться? Что может случиться за тысячу километров от дома в чужом городе, на машине, в которой ты никогда не ездила, каршеринги на автомате? Что может случиться? Я считаю, все будет отлично. Если следующего видео не будет, то, ну, прощайте. Ребят, ребят, нельзя ставить жизнь на паузу. Такой развивающийся бурный городок. Нельзя ставить на месте, нужно двигаться. Тут инкубатор, выращивают новых людей для Иннополиса. Нам так и не удалось такие найти. Они, по ходу, корпоративные. То есть, если вы работаете вот в таком здании, там подземная парковка, туда ее вызываешь, она, типа, поднимается, садишься, тебя везут домой, потом эта машина сразу сама назад на парковку уезжает. То есть, вот таким вот простым смертным, только велосипеды. Это, кстати, один из профессоров местных. Они здесь умные вундеркинды. Уже с малых лет. Все, взяли. Да что тут как, я вообще не понимаю. Ничего, если ты уже в профиле забит. Что? Так. А, вот это, вот это. Ага. Вот так. Давай. Можно мне? Ура, вы снова с нами. Музыка вдохновляет на целый день. Клево. Клево. Так. Парк. Парк. Это мы здесь живем сейчас. Шут построен. Поехали, получается. Один час пишет. Давай. Держи. Конечно. Увозит нас Екатерина вдаль. Это Инополис. Как впечатление? Пока не понятно. Позже спросим тогда. Представляем. Минополис позади. Вся Яндекс.Система в одной коробочке. Типа карты, Яндекс.Музыка. По подписочке. Все удобно. А это Волга. Вам, конечно, не видно ни хрена. Но довольно красиво. Раз уж я так хвалебно отзываюсь о Яндексе. Может, они заплатят за рекламу? Вся Яндекс.Система в одной коробочке. Типа карты, Яндекс.Музыка. По подписочке. Все удобно. А это Волга. Вам, конечно, не видно ни хрена. Но довольно красиво. Так что Яндекс.Торопитесь. А то уйду рекламировать Марусю. И вы разоритесь. Это что? Это муц. ЦУМ тупо в Москве. Ну, дубль два. Покажи свои ручки. Трясутся? Не знаю. Чуть-чуть. Ну, теперь можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, как тебе вообще в целом? Ну, нормально. Страхово, конечно. Потому что это не твой город. Не знаю, как здесь вообще устроены водители. Но на удивление, более-менее спокойно. То есть я не гнала. Я ехала, как, не знаю, как новичок. Ну да, подтверждаю. Очень спокойно. Там 60, 70, 80. Да. И, типа, никто там мне не бибикал, не орал. Типа, не было такого. Просто, если надо было, объезжали и всё. Вот. Ну, секую я больше всего за парковку. Для меня это всегда было проблемой. Что в Екатеринбурге, что здесь тем более, типа... Это у вас бестия около моего дома. Чё? Какой? Я там торшерингом не пользовалась. Ну, не суть. Потому что, типа, в Екатеринбурге в центре мне и так хреново. Потому что там ты поймёшь, куда встать. А тут центр Казани. И ты вообще просто теряешься. Ну, я не знаю, куда-то мы встали. Куда-то встали. Главное, смогли завершить аренду. То есть мы в зоне были. Для меня это важно. А дальше что будет? Ну, будь что будет, типа... Ну, в общем, типа, стоило это 600 рублей. Где-то примерно час-десять, да? Езды совсем, типа, сесть, посмотреть, поковыряться, поехать. Поковыряться мы очень хорошо. Да, мы поковырялись. С рычагом этим поковырялись. Непонятно почему, но он очень тугой. Но при этом Макс его легко почему-то опустил. При том, что мучилась. Я сидела 10 минут. Он такой, а чё, а чё, а чё? А тебе расскажи, в принципе, про машину. Тебе понравилось? Нет. Нет? На самом деле, Рено, ну, типа, Рено, известно было всем, что Рено, типа, это уже давно не французская марка, это перекупленные русские. Соответственно, она по... Можем пойти. Шиборно. Да. Она по трясучести, по... Ну, типа, нет, она, конечно, помягче идёт, чем Нива. Скоро не буду. Но по факту вот эта вся пластмасса, вот эта всё вот китайская пластмасса, её прям вот чувствуешь. Вот. То есть, это такая машина, которую решили сделать, типа, ай, клёво, потому что она заводится с кнопочки, там, типа, вообще всё. лакшери, но вот эта не сравнится, потому что. Ну, пожалуй, не сравнится. Я, конечно, на таком не катался, но наслышан, так сказать. В общем, такая, типа, табуреточная, в принципе. Не, Hyundai Solaris мне больше понадобится. А, ну, то есть Solaris лучше. Пока Solaris всё равно выигрывает. А Polo? Polo нет. Ну, типа, вот, вот что вот этот Каптюр и Polo, они примерно на одном уровне, потому что обе такие тяжеловатые. То есть, они не разгоняются, конечно, всё норм. Но Polo резкое. Polo резкое... Для пацанов, короче. Тяжеловато. Вот. А Solaris, он мягонький, плавненький. Его прям чувствуешь всем фибрами души. Ну, Hyundai, чё, китайцы, корейцы. Да. Короче, лухари. Но в целом можем посоветовать. Car sharing. И Andex Drive вообще ой. То есть, когда ты бронируешь тачку, автоматически подключается твой аккаунт, если у тебя есть он в Яндексе. А если нет, заведите. Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, всё это синхронизируется. И, типа, ты можешь ехать просто со своей музыкой. Это прям здорово. Это клёво. Это плюс Яндекс.Драйв именно, а не Каптюра. В общем, вот так. Потом где-нибудь сделаю приписку, когда буду монтировать. Влепили нам штраф или нет. Но пока это дёшево, удобно. Если влепят штраф, то недёшево и неудобно, блин. Штраф это плохо. Всё, сейчас мы, наверное, идём в отель. Разминать кости. Надо будет сообразить, где мы вообще находимся. Мы в Казани. Ну, это понятно, это хорошо. Добрались до штаб-квартиры с Лизарином. Это как называется, Екатерина? Вон, это вон, дворец земледелия. Ну, вы чё, не знали, что ли? Это чё, подлагала сейчас? Вы чё, лагаете? Это дворец земледелия. Мы добрались до него. Добрались земледельцу. Просто опростоволосился с нами. Ну, ладно, какая разница? Ты чё, дружок? Он реально лагает, мне кажется? Да, я тебе пора его менять. А, видос лагает. Не может записаться нормально. В общем, шли мы сюда довольно долго. Полчаса. Полчаса где-то, это очень долго, на самом деле. У него спина болит. Ничего мне не болит. У него спина болит. Ничего мне не болит. У него спина болит. Нормально всё. Он старый, разваливается. Я не про дом. У меня получается, как говорят, земледелие. Не, он... Так, почему земледелие? Земледельцев. Да земледельцев, ладно. Ну всё. Домой. Жесть какая-то. Как он может быть на видосе лагать? Я не знаю. Но вообще красиво выглядит. Конечно. Вживую ещё лучше. А чё там делают? Там земледелиют? Я не знаю. Должны чё-то же написать. И ген ЧЛР сарай. Вот. Это... Аааа, это сарай семян. Всё, я раскусил. Короче, это сарай семян. Вот самое... Сарай семян. Заминятое. Заминятое семя уже посажено. И оно здесь... Тысячу лет получается? Я не знаю. Ну вот, где-то тысячу лет примерно. Да. Инфа сотка. 150. 150. 146. Аккумулятор садится. Ну, вы бы тоже сели бы уже. Ножки болят. Петень. Спины болят. Правда, наверное. А то, чё, блин? Ничего. Что это, молодёжь? Ладно. Не, вообще красиво, клёво. Я, может быть, больше бы чем-то рассказал, если бы знал. Дворец земледельцев. Здание в историческом центре Казани, в Ахитовском районе. Расположен на Дворцовой площади, вблизи северной стены Казанского Кремля и набережной Казанки. Штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Набережная, как в ГТА. Тупо. Короче, очень темно. Туалет. Я хочу, короче, снять внутри, чё будет. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok